Компания Ford на автошоу в Detroit представила самый мощный спорткар в своей истории Ford Mustang Shelby GT500 2020 модель 2 года. Характерная особенность моделей, выпускаемых фордовским суббрендом Shelby, заключается в том, что инженеры Shelby невероятно консервативны и напрочь отвергают все новомодные конструкторские решения, которые облегчают процесс управления мощным суперкаром. Такой подход в создании спорткаров был заложен инженером и конструктором Каролом Shelby, основателем фордовского суббренда Shelby. Кэрол Шелби был не только конструктором, но и автогонщиком и считал, что спорткарами должны управлять настоящие пилоты, а не мальчики-мажоры. Довод у Кэрола Шелби был один. Хочешь показать свою крутизну? Изволь. Вот тебе спорткар с мотором мощностью 500 лошадиных сил. Попробуй его укротить без всяких там электронных нянек, если ты действительно хороший пилот. К сожалению, с угодом Кэрола Шелби стал изменяться и подход в создании машин под маркой Шелби. К примеру, новый Mustang GT500 обзавелся новомодной конструкцией задней подвески, а вместо традиционной механики новый GT500 получил семискоростной робот с двумя сцеплениями, который, во-первых, не очень-то и надежен, и, во-вторых, лишает водителя полного контроля над новым турбомотором объемом 5,2 литра мощностью 700 лошадиных сил. Ну а если к этому добавить еще и селектор режима в коробке в форме нелепой шайбы, как на семейном минивейне, то стоит ли удивляться, что на премьере GT500 американские журналисты-эксперты паровым катком прошлись по новому GT500. Причем критика оказалась той жесткой и многочисленной, что если вначале представители компании Ford заявляли, что у GT500 будет только роботизированная коробка передач, то уже к концу пресс-конференции фордовцы стали заявлять, что по желанию покупателей машину можно будет купить и с механической коробкой передач. Кстати, в связи с этим заявлением фордовцы не стали озвучивать скоростные и динамические характеристики GT500, а также начало продаж и стоимость машины, что вполне оправданно, так как фактически инженерам Шилби придется теперь все переделать. Согласно итоговой информации компании Ford, новому станку Шилби GT500 поступит в продажу либо в середине осени текущего года, либо в начале будущего года.